Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Евгения Солохудинова. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. С работой ее связывает настоящая химия. Лаборант химического анализа паровоздуходувной электростанции Елена Чернышева признана лучшей по профессии. 56 авторов, 77 произведений и только 6 дипломов победителей. В Центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьева подвели итоги заочного этапа конкурса стихов «Городская поэзия». Во всех смыслах жаркая борьба. На территории спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» продолжаются турниры по пляжному футболу среди работников группы ПАУ ММК. А сейчас о бытиях и других событиях более подробно. Магнитогорцев просят сообщать, где растут наркосодержащие растения. В городе продолжается операция МАК. Так, в ходе профилактического мероприятия только за один день было уничтожено около 2000 квадратных метров конопли. Подробнее далее. Растения косят, листья летят, коммунальщики уничтожают дикорастущую коноплю. Высокая трава одолела жителей частных домов. Люди приходят, я так называю, что они наркоманы, и портят мне картошку. Они пролезают, рвут коноплю. Это и днем, это и ночью. В общем, нет покоя здесь. Я позвонила в полицию, сказала, чтобы, попросила, чтобы маленько скосили эту всю коноплю, хоть спать спокойно. Скосить предстоит около 900 квадратных метров. Всего же, по предписанию полицейских, только за день в городе должны уничтожить около 2000 квадратных метров вредной травы. Вторую неделю на территории Челябинской области проходит оперативно-профилактическая операция МАК. Жители города просят сообщать о местах, где растут наркосодержащие растения. Ежедневно сотрудниками полиции предпринимаются все необходимые меры для уничтожения дикорастущей конопли, которая произрастает на территории нашего города. Уже 10 граждан позвонили и сообщили о тех очагах, которые нужно было уничтожить. На сегодняшний день сотрудниками полиции совместно с администрациями районов уничтожено около 60 очагов дикорастущей конопли. Это составляет более 2500 квадратных метров. Конопля – растение, которое содержит наркотические вещества, поэтому выращивать ее запрещено законом. В противном случае горе-садоводы понесут ответственность, вплоть до лишения свободы. Ольга Аникина, Виктор Исаев, телекомпания «ТВИЛ». Ее профессиональный успех можно разложить на атомы. Лаборант химического анализа паровоздуходувной электростанции ММК Елена Чернышева была признана лучшей по профессии по итогам традиционного конкурса профмастерства. Елена Викторовна работает в подразделении уже три десятилетия, пришла в лабораторию сразу после окончания училища. В нашей съемочной группе специалист призналась – на ином поприще себя не представляет. «Надо добавить ярко-голубой индикатор. Мы добавляем шкала имитаторов. Соответствует определенному содержанию избытков фосфатов». Девять оттенков голубого Елена Чернышева, лаборант химического анализа паровоздуходувной электростанции, готовит шкалу стандартов для определения анализа на содержание избытка фосфатов. Это один из показателей качества воды и пары. Он имеет четкие нормативные значения, нарушение которых приводит к образованию накипи, причем на всем оборудовании станции. Допустить подобное специалисты лаборатории химического анализа ПВС не имеют права. «Все вот эти отклонения, они приводят к негативным последствиям. Это и снижение экономичности работы оборудования, ну и, как говорится, не дай бог, вплоть до аварийной обстановки. Наша же лаборатория контролирует все эти показатели и в случае каких-то отклонений оперативно реагирует, меняет работу оборудования». Такие проверки специалисты должны проводить раз в четыре часа на каждом из семи котлов. Кроме этого, идет проверка воды на всех участках ПВС, на солесодержание, жесткость, кислород. А начинается рабочий день каждого лаборанта с отбора проб. «Отбираем пробы, ищем в экспресс-лабораторию и определяем. Здесь у нас котлы, пары, турбовоздухотрубки, турбогенераторы. Здесь у нас высокий блок отбираем, дегераторы. Для каждой точки отбора у нас, ну как, они подведены от агрегатов. Трубка по всему цеху идет и заканчивает свое путешествие до химлаборатории». Свою работу Елена Чернышева знает на отлично. Она трудится в лаборатории паровоздуходувной электростанции с 1992 года. Пришла сюда на практику еще будучи студенткой училища. «Когда мы зашли, здесь тепло, как будто дома. Коллектив такой, женщины все, как дочь. Учили, показывали на практику с удовольствием. К концу практики предложили, что есть вакансия, желаете ли остаться? Я с удовольствием осталась и вот до сих пор как будто в родной дом». Елена Чернышева опытным путем поняла, именно здесь хочет работать. И вот уже три десятилетия она трудится на благо родного подразделения. Своим ценным опытом и знаниями она с удовольствием делится с коллегами. «За эти все года, можно сказать, они только положительные и хорошие. То есть профессиональные знания плюс вот этот большой практический опыт, это очень замечательно сказывается на работе. То есть если новичок будет раздумывать, как поступить в той или иной ситуации, у нее уже аналогичная ситуация была, она моментально оперативно реагирует, ну и принимает какие-то корректирующие мероприятия». За одну рабочую смену Елена Викторовна проводит до 350 химических анализов. «Хочется также отметить ее и человеческие качества, ее огромная коммуникабельность, ее желание и возможность всегда прийти на помощь. Она активно участвует в общественной жизни цеха, это и избирательные комиссии, и она является уполномоченным представителем по профсоюзной линии. То есть это не мешает работе, она успевает и общественной жизнью заниматься, ну и замечательно выполняет свои обязанности». Лучшей по профессии Елена Чернышева стала уже во второй раз. Лаборант признается, что тогда, что сейчас для нее это стало новостью. «Неожиданно, конечно, но большое спасибо, что меня отметили, что выделили из всего коллектива, хотя девочки у нас все молодцы, все хорошо работают, все достойны». Каждый из лаборантов достойно носить звание лучшей, уверена Елена Чернышева. Да и как иначе, паровоздуходувную электростанцию называют легкими доминого цеха комбината. И чтобы эти легкие функционировали в полном объеме, каждый из сотрудников лаборатории должен работать высококлассно и никак иначе. Профессиональный праздник металлургов в нынешнем году ознаменовался вводом в строй целого ряда знаковых объектов. Важное событие в эти дни произошло и в цехе магнезиально-доломитовых огнеупоров. Там после серьезной модернизации была запущена смесительно-дозирующая линия номер 2. Как это повлияет на качество продукции и ее востребованность на рынке, выяснял мой коллега Павел Зайцев. Основной потребитель продукции цеха магнезиально-доломитовых огнеупоров – ПАО ММК. Именно этим материалом производится футеровка стали разливочных ковшей, кислородно-конвертерного и электросталеплавильного цехов. Прежняя технология приготовления массы для производства огнеупоров была разработана еще в 2000 году. Пришла пора перемен. Развивается наука, появляются новые материалы, новые заполнители, комбинации заполнителей. Для того, чтобы всем этим возможно было работать, была произведена эта модернизация. Использовано бункерное хозяйство имеющее, было не задействовано которое. Оборудование которое на складе лежало после нереализованного проекта расширения цеха в 2008 году из-за кризиса. Уже несколько лет перед огнеупором стоит задача выхода на внешние рынки. Сейчас его продукции используются для футеровки стальковшей Челябинского медкомбината, предприятия «Уральская сталь». Уже в прошлом году из 40 тысяч тонн произведенных огнеупоров сторонним заказчикам было отгружено свыше 8 200, то есть более 20%. Но у каждого потенциального потребителя свои пожелания по свойствам продукта. И далеко не все из них можно было реализовать на прежней линии. Зародился этот проект еще в 2017 году. Были те самые поиски, обоснования, которые нас привели к решению. На стратегическом совете это решение было принято в 2020 году. В 2021 году были подписаны контракты на поставку оборудования. В конце 2021 года оно пришло. И вот символично, дню металлурга, мы закончили пусконаладку и линия теперь в строю. После модернизации возможностей стало гораздо больше. Ведь основные свойства будущего кирпича закладываются при шехтовании исходных материалов. Мы имели возможность всего 7 шехтовых материалов подавать. Сейчас у нас появилась возможность подавать уже 12 шехтовых материалов. В том числе два пункера добавочных, два мы добавили зерновых составляющих. И одно, что немаловажно, это жидкое связующее, которое раньше не применялось в огнеупор. Все это, как уже было сказано, заметно повышает востребованность продукции огнеупора на внешнем рынке, поскольку дает возможность изготовить для каждого заказчика материал с индивидуально заданными свойствами. Но и главный потребитель по ММК оказывается в выигрыше. Простая арифметика. Огнеупоры предыдущего поколения выдерживают около 90 циклов использования. Затем футеровку стальковша нужно менять. Это занимает целую рабочую смену и обходится более чем в 6 миллионов рублей. Если благодаря новой технологии увеличить стойкость огнеупоров до 100 и более циклов, экономия составит 10% и выше. Так что затраты на модернизацию, составившие порядка 40 миллионов рублей, должны окупиться сполна. Мы нашли момент экономии. Он сам напросился. В результате санкций немецкая компания отказалась нам производить шефа монтажной работы. Но мы решили эту проблему. Мы нашли российских специалистов, которые сделали качественно, все оперативно, еще и сэкономили около 5 миллионов рублей. События последних месяцев красноречиво говорят о том, что и в нынешних непростых меняющихся условиях огнеупор готов держать свою высокую планку и двигаться только вперед. Павел Зайцев, Денис Иванов, телекомпания ТВН. Они приехали, чтобы обменяться производственным опытом, а заодно посетили металлургические комбинаты и познакомились с достопримечательностями Магнитогорска. ПАО ММК принимал участников Межзаводской школы транспортников. В течение трех дней их ждала насыщенная программа посещения производственных площадок, круглый стол, а также экскурсии. Магнитогорский металлургический комбинат вновь принял Межзаводскую школу. В этот раз обменяться опытом приехали специалисты транспортного хозяйства крупнейших металлургических предприятий. В ходе визита гостям предложили обзорную экскурсию по комбинату. Справа и слева, где сейчас высажены деревца, здесь было три мартеновских цеха, 35 мартеновских печей. Максимальный выпуск стали был в 1989 году, 16 миллионов тонн. Знакомство с градообразующим предприятием началось прямо в автобусе. Первая остановка стального маршрута «Стан-5000». Он считается ключевым элементом комплекса по производству толстолистового проката. Гостям показали, как раскаленная заготовка превращается в конечный продукт. Не менее жарко было и в доменном цехе. Несмотря на то, что экскурсанты и сами являются представителями металлургических предприятий, многих увиденное впечатлило. Объемы, цеха, все впечатляет. Особо хочу отметить чистоту на вашем предприятии. Достеприимство. Ну, конечно, здорово у вас все. Уже на следующий день гостей познакомили с легендарной магниткой. Символично, что экскурсию начали с памятника «Первая палатка», с которой открывается вид на гору Магнитную. Как вы про свою магнитную гору говорите, так и у нас говорят про гору высокую. Точно так же самое высокое содержание железа. Точно такие же легенды, что с железными вещами не пройдешь, все прилипнет, отрывает, конь не пройдет и так далее. Интересно и увлекательно о достопримечательностях города трудовой доблести. И слава рассказала экскурсовод и руководитель научно-технического музея Надежда Халитова. В программу она включила объекты, которые будут интересны участникам Межзаводской школы транспортников. Никакая вода с комбината не попадает в русло реки. В реку мы запустили уже несколько лет подряд, запускаем мальков сазана. Летом прошлого года в присутствии московского блогера был выловлен вот такой сазанчик. После Магнитогорска гости города отправились в Липецк. Там состоялся завершающий этап Межзаводской школы. Ольга Аникина, Денис Иванов, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. В стенах Центральной городской библиотеки имени Бориса Ручьева подвели итоги конкурса стихов собственного сочинения «Городская поэзия». Его организаторами выступили Общественная молодежная палата и подразделения по молодежной политике администрации города при поддержке Союза молодых металлургов. Устроители поблагодарили победителей и участников за активность, творческие подходы отметили. В этом году выросло не только число поэтов, которые представили свои работы, но и уровень их мастерства. Конкурс стихов собственного сочинения «Городская поэзия» состоялся в Магнитогорске уже во второй раз. В этом году организаторы решили посвятить его 90-летию Магнитогорского металлургического комбината. Работы авторов принимались сразу в двух номинациях. Это «90 лет ММК» и «Лирическая поэзия». Организаторы-специалисты Молодежной общественной палаты города отметили, в этот раз борьба за призовые места развернулась нешуточная. Если в прошлом году участников было порядка 30, в этом почти в два раза больше. «Авторов 56 заявилось, работ 77. Некоторые присылали в двух номинациях. Возраст разный. Больше, конечно, принимают участие люди уже возрастного уровня. Хотя и также участвует молодежь». «Самому юному сколько лет?» «Самому юному 15 лет». Заочный этап конкурса проходил с 1 апреля по 1 июля. Затем члены жюри определяли победителей. Выбрать лучших, признались, было непросто. Все работы достойные. «Когда мы читаем работы, которые присылали в том году, и в этом году присылают работы те же люди, которые пришли к нам участвовать второй раз, видно, что уровень их поэзии очень сильно вырос. Судят у нас жюри, как бы, у нас есть и профессионалы в жюри, и непрофессионалы, которые таким своим каким-то мечтательным взглядом просто оценивают». Участники и победители получили благодарственные письма. Призеры в качестве приятного бонуса – подарки от спонсоров. «Казахстаницы Магнитный» Андрей Савкин занял второе место в номинации «90 лет ММК». Поэт и писатель со стажем является автором девяти книг. Сейчас готовит к выходу десятую. Специально для конкурса выбрал одно из лучших своих лирических произведений, а также написал сразу два стихотворения посвящения металлургическому гиганту. Почитатели его талантов в соцсетях помогли определиться с тем, какое представить на суд жюри. «Православ по своим поклонникам выбрали одно из этих стихотворений, которые представил на суд общественности. Пусть старых нет уже цехов, есть много новых корпусов. Индустриальный флагман наш, рабочий город, не торгаш. Металлургический гигант, земли российской, диамант. Встречай достойный юбилей и становись еще мощней». На несколько баллов опередил его поэт Сергей Шапарь. Его аналитическое эссе, посвященное металлургическому гиганту, произвело впечатление и на соперников. «Чудуновоз уходит вдовы, насытив емкости опять, директор спросит, все ли готово, конвектор нужно наполнять. По кислороду нет преграды, ему последует ответ. Руководить то, что надо, и засияет пламя, свет». В завершении мероприятия участники конкурса прочли свои стихотворения. Каждый из авторов подчеркнул, они пишут для души. И самой дорогой наградой для них является отклик читателей. «Это возможность высказать именно свое отношение к жизни, мое отношение к родине, не только к городу, к родственникам и прочим, к людям». Организаторы заверили, продолжение обязательно последует. Этот конкурс становится еще одной хорошей культурной городской традицией. Евгения Солхудинова, Денис Иванов, Телекомпания, ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Игры турнира по пляжному футболу становятся все жарче и острее. Напомним, они проводятся по выходным на территории парка отдыха «Лукоморье» спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». Участниками соревнований являются любительские футбольные команды, состоящие из работников группы ПАО ММК. Уже на протяжении месяца они поражают болельщиков стильной, виртуозной игрой, предрекая в финале жесткую борьбу за чемпионский кубок. Свидетельством того, что пляжный футбол может перейти в разряд визитной карточки «Магнитогорска», стал региональный этап Кубка России, прошедший в 2014 году. Тогда новичок этих состязаний, сборная команда «Металлург-Магнитогорск» сумела с разгромным счетом обыграть самого именитого соперника – команду «Звезды Динамо» из Кургана. Считая, что такой потенциал не должен пропадать, «Союз молодых металлургов» объединил усилия с клубом «Металлург-Магнитогорск» и организовал турнир, приурочив его к дивно-встолетию ММК. «Союз молодых металлургов проявил инициативу, ребята поддержали, соответственно, в дальнейшем будем держать эту марку, будет больше команд, я думаю, и хотим вывести это на городской турнир». Заявку на участие в турнире подали 24 цеховые сборные. Первые же игры показали, что «Металлурги-Магнитки» могут не просто результативно играть в футбол, но и быть отличными нападающими защитниками и галкиперами. И это при том, что накрывшая город жара буквально раскалила песок. Ноги сжигала настолько сильно, что замену игроков приходилось делать каждые 2-3 минуты. «Достойный, давно играю, сплоченный коллектив у них. Не ожидали, что выиграю. Деревочный день в осень, да. Да, команда сделала подарок, спасибо большое команде. Брата хорошо отыграл». «У них была возможность меняться, у вас нет. Как выдержали?» «В нас как играли? Все нормально». «Вообще, как давно в футбол играть? Откуда такие навыки?» «Я с детства играю в футбол. Ходил в футбольную школу на дружбе. Но сейчас не играю, а поддерживаю. Играю в два раза в неделю в футбол». Помогают поддерживать форму и регулярные игры в мини-футбол, которые проводятся в рамках «Спартаки АДММК». «Благодаря тому, что проходит большое количество турниров, то есть это магнитографская футбольная лига, плюс при Манеже организуется множество турниров, снежный мяч в помещении, различные кубки, вот пляжный футбол. Благодаря этому уровень футбола в городе растет. И здесь на турнире принимают участие уже команды, которые действительно могут представлять наш город на областных соревнованиях». Словом, турнир получился интересным. И по прогнозам судьи, его финальные поединки, которые пройдут 6 августа, будут по-настоящему захватывающими. Болельщиков ждет острая и жаркая борьба за чемпионский кубок. «Силы есть, но еще остались. Хватит. Буду побеждать». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 27 июля. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует.